10 килограммов от Олега Перепеченова с 2001 года. Эта цифра стоит в строке мировых рекордов в толчке весовой категории до 77 килограммов. Это была Европа после Олимпиады. Огромное количество попыток побить этот рекорд было и столько людей были близки, но нет. Олег Перепеченов. Буквально каждый чемпионат мира происходит попытка побития этого рекорда. Тигран Мартиросян 160. В чем мы говорили? Зачем? Еще раз повторюсь, не хотелось бы как-то. Начиная с 157 килограммов, даже 156. Это уже первое место. Нет, нет, 160 зачем-то Мартиросян. Начало. Причем, ну, близко к своему рекорду. И в завершении расскажем про рекордную сумму. В Европе лучшее достижение 377 килограммов пламен желязков из Болгарии в 2002 году установил. Ну, а рекорд мира в этом упражнении принадлежит тайскому атлету 176 килограммов Сяо Юнь Лю. В общем-то, как же и сумма, да. 380. Тигран Мартиросян снова на помосте. Чемпион мира 2010 года. Ну, тогда он просто в сумасшедшей форме был. Как раз-таки установил рекорд Европы. 173 килограмма и 200 толкнул. После этого очень долго он не мог. То был их кондицией дойти, вернуться. Ну, и сейчас тоже не очень убедительное начало. Ну, на этот раз гораздо лучшее. В Хьюстоне нулевую оценку получил. 163 начинал. И все три раза мимо. Таким образом, бронзовый призер Олимпийских игр Пекина 2008 года продолжает свою борьбу. В первую очередь, наверное, со своим коллегой по команде с Андраником. У Андраника 165. Да, и не опускается даже по-моему. Автоматическое переключение в один килограмм. Наблюдаем мы сейчас на онлайн-табло. Тигран, конечно же, будет перезаявлять. И, вероятнее всего, на те же 165. Да, 165 устанавливают на штангу. Серьезный вес. В Хьюстоне Карапетян 167 показал, где выиграл серебряную медаль в этом упражнении. В сумме был третьим. Тогда он начинал 164. Показывает на локте. Не очень хорошее включение у этого атлета. Но в рывке, насколько помнится, это не сильно ему мешает. Да, толчок. Я сразу вспомнил толчок. Хорошая попытка. С очень большой вероятностью, рискну предположить, что чемпион Европы в рывке только что был перед нами. Да, ну, отрыв от Мартиросяна. У него уже 5 килограммов есть. И 9 килограммов от румынского атлета. 10 от поляка. Тигран Мартиросян. Призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы на помосте. Совсем немного не хватило Мартиросяну, чтобы зафиксировать, догнать в самом конце помоста штангу. Но все-таки оказалось впереди. Жалко, жалко. Такая попытка была близкая. Чуть расслабился в самом конце. На самом деле это заметно будет на повторе. Плечевой пояс. Да. Если бы получилось, то обошел бы Карапетяна, поскольку легче. Но это если бы не про этот случай. Ну что ж, попытка золотого призера, точнее чемпиона уже в рывке Андраника Карапетяна. Итоги рывка на ваших экранах. Расстановка по местам уже не изменится. Изменится только результат. Возможно изменится у Андраника Карапетяна. Итоговый результат в рывке. Сейчас 170. И видимо, что вот этот график подходов идет явно с прицелом на побитие рекорда. Европы точно. Ну да, если шаг кратный пяти, мы обозначим, то можно и попробовать. Нигде еще 170 не покорялись. А сегодня есть... Очень легко. Да. Я думаю, 174 сейчас будет установлено. Да. И будет возможность присутствия рекордсмена побить его же рекорд. Да. Сразу 3 килограмма прибавляет Карапетян своему лучшему показателю. Хьюстон 167 там было. И, кстати говоря, смотри. 196 в толчке было в Хьюстоне. А у Мартиросяна, а в Тбилиссе всего лишь 191. Ну, у Карапетяна, конечно же, сегодня все шансы взять золото. Здесь уже без вопросов. 10 килограммов отрыв от Мартиросяна. 10. Это много. Пусть Мартиросян легче, да, но в толчке Карапетян все-таки посильнее будет. А онлайн-табло нам говорит о том, что 174, та самая попытка установления рекорда Европы в рывке, она будет. Дюми награждают тебя за толчок. Показали нам как раз-таки Дмитрия Каптаря, который сидит и переживает пока, но вот только сейчас обойдут его в сумме и в толчке. Андрадник Карапетян 192. Да, очень уверенная попытка. Запас, безусловно, просматривается. И есть, конечно же, тот самый Минди Капт, образованный после рывка в 10 килограммов от своего напарника по команде Мартиросяна. Да, Мартиросяну, если так представить, что он решит атаковать золото в сумме, он будет 202. Плюс 10. Тигран Мартиросян пытается застолбить за собой серебро в сумме. И, кстати говоря, этой самой попыткой Мартиросян берет золото в толчке. А, нет, извиняюсь. Чуть тяжелее его. Тяжелее, да. Ну, обходят Каптаря. Да. У армянской команды. Сразу 197 будет пытаться толкнуть Андроник. Репорт. В Юстине 196. Это было его лучшее достижение за всю историю выступлений. И сейчас 197. Ну, судя по рывку, в хорошей форме. Да, очень внушительно. Хорошая сумма получается в итоге. Очень достойная и очень конкурентная даже для чемпионата мира и, может быть, олимпийских футболистов. Этой попыткой, ну, процентов 99, что Андроник становится чемпионом Европы по сумме, но будет пытаться обойти его Тигран Мартиросян. Но для этого нужно будет прибавить килограммчик, поскольку Андроник чуть легче. Опять немножко, прошу прощения, нет. Сейчас я напутал немного. Карапетян 76.55, Мартиросян 76.44. Таким образом, все верно. 197. Те самые, которые в случае успеха позволят обойти в толчке Андроника. Боюсь, что его второй попытке примерно то же самое нас ожидает. Даже если Тигран решит выходить на нее. Как я уже говорил, 191 на прошлой Европе. А из ближайших высоких показателей в этом упражнении 2010 год чемпионат мира в Анталии. 200 килограммов и попытка на 205 даже в том самом чемпионате мира, где Мартиросян стал победителем. Шесть лет уже прошло. Многовато. На ваших экранах раскладка по рывку, толчку и сумме. Армения первое-второе место. Румыния, Дмитрий Коптарь третья. И дальше Болгария. Повторяет нам тот самый бронзовый подход румына. 192 килограмма. Со второго раза покорились Дмитрию эти килограммы. И вот и он. Как-то абсолютно без эмоций. Испанец вчера просто прыгал от радости. Ух ты! Да, удивил. Как показалось Тиграну, что он коснулся локтями колена. Хотя судьи не обратили внимания. Да, так бы уже последовал сигнал. Да, ну, здесь, наверное, тот случай, когда спортсмен оказался честным, что ли? Честен, да. Да, именно так. Да, интересная ситуация. Ну что же, остается одна попытка чемпиона Европы Андраника Карапетяна и 200 килограммов. Впервые на этом чемпионате Европы четвертый соревновательный день, я напомню, идет. Впервые штанга набрала столь внушительные и красивые килограммы. Очередной личный рекорд для Андраника Карапетяна. Я думаю, здесь даже не столько в килограммах, да, сколько вот именно в психологии сейчас важно проявить характер и волю. Все-таки 200, клуб 200, да, своеобразный. Неплохо на грудь. Ах, но нет. Придушило немножко штанга. Ну что ж, на грудь взял? Так можно смело сказать, что если 174 и плюс 200 на Олимпиаде поднимет, то очень и очень хорошие шансы будут у него на медаль. Ну, к примеру, чемпионом мира в Хьюстоне в этой категории был Нижат Рахимов из Азербайджана. И была сумма 372. Совсем недалеко. Второе место у египтянина было со суммой 363. И следом был как раз Андрани Карапетян с такой же суммой. На ваших экранах результаты в толчке.